Минобороны Российской Федерации сообщает о сбитии 92 украинских БПЛА. Из них 47 над Краснодарским краем, ну и там 15 над акваторией Азовского моря. Попали, первое попадание, крайне приятное. Сегодня ударная группа группировки сил и средств ВМС вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями службы безопасности, службы божьей, как у нас говорят, попали в базу хранения БПЛА типа шахет. То есть, это попадание произошло по складу возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае. Вот этот вот Октябрьский, он находится в 20 километрах от известного многим украинцам Ейска, потому что именно оттуда, из Ейска, запускаются периодически эти шахеты. Кстати, сегодня также прилетело в Приморско-Ахтарск. Это название тоже многим украинцам знакомо. Так вот, по информации службы безопасности, там хранились около 400 ударных дронов типа шахет. И, в общем, все это взлетело на воздух, наблюдалась красивая вторичная детонация. Да что я вам все на словах? Давайте я вам покажу видео, потому что я не могу лишить вас этого прекрасного зрелища. Это просто нереально. Это просто нереально. Я в этом абсолютно согласен. Так что в поселке Октябрьский все все хорошо знают, но так уж получается. Рядом с ними теперь хранят шахеды. Ну и по аэродрому тоже периодически прилетают. И это еще не все. И в Ростовской области там сегодня слышали пролет беспилотников. В результате массированной атаки дронов. Это я сейчас читаю официальное заявление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Значит, почему я его читаю? Почему я внимание вообще ему уделяю? Потому что он сказал такое, что в России нельзя говорить. Он сказал, что минувшей ночью нашими ПВО отражена массированная атака беспилотников со стороны киевского режима. Массированная атака беспилотников. А не Путин ли недавно в своей в анонсе обновленной ядерной доктрине говорил, что основанием для применения ядерного оружия будет массированное применение ракет, баллистических, крылатых или беспилотников, например. Так вот Вениамин Кондратьев просто говорит массированная атака. Тебе кто вообще разрешил Кондратьев так выражаться? Путину теперь нужно как-то из этого выкручиваться. Правда, там уже Песков рассказал, что мы там когда захотим, тогда применим. Когда не захотим, не применим. Доктрина это так, но не применяйте ее к войне с Украиной. Что? Что ты несешь? Не применяйте ее к чему? Ну, в общем, Кондратьев слил, как говорится, опять. А обратите внимание, мы уже говорили неоднократно, что сейчас будет занижаться количество беспилотников со стороны киевского режима, которые летят по России, для того, чтобы это не выглядело массированно. Сегодня вот 92, сказали. Меньше 100, но как-то не массированно. А вот Кондратьев нехорошо Кондратьев. Аэродром Ханская в республике Адыгея сбивает с собой украинские дроны. Впервые мы слышим об атаке на этот аэродром. Раньше его дроны не атаковали. Он находится в 400 километрах от границы. Поэтому, почему мы слышим о нем и услышим еще несколько названий в ближайшее время, которые раньше не слышали? Потому что в преддверии того, что Украине могут дать добро на удары по территории Российской Федерации с западными ракетами, россияне перебросили от греха подальше часть авиации, в том числе и свои склады с КАБами, вот туда немножко вглубь, за 350 км. Туда. Ну вот этот вот 411, по-моему, Ханская находится. И, естественно, наши западные партнеры сказали, ну а какой эффект теперь, если они все туда перебросили? Эффект будет. И, поверьте, и тут в 350-километровой зоне полно объектов, которые можно поражать западным оружием. А прикрывать нерешительность, неуверенность, опасения, мягкотелость тем, что да ну вам, вы же уже там ничего нет, нечего поражать. Нет. Есть что и обязательно будет. Так вот, вот этот аэродром Ханская, он, как говорится, россияне все сбивают. Они сбивают все беспилотники. Вопрос чем? Нефтебазой, аэродромом, пунктом управления, арсеналом большим. Тут на выбор много всего. Сообщают, многие телеграм-каналы сообщили, что пожар на складе ГСМ. Сопоставили спутниковые снимки аэродрома этого Ханская. И в месте, где склад горючесмазочных материалов, видны тепловые сигнатуры на вот этой НАССовской карте. Но, интересный момент, вот этот аэродром Ханская, он такой вот классический вытянутый взлетно-посадочная полоса. И вот здесь вот стоянки самолетиков, тут вот база горючесмазочных материалов. Но и не только. То есть этот аэродром россияне используют сейчас и для бомбардировок, в том числе при фронтовых городах и других там. Не только крупных, но и поменьше населенных пунктов. Поэтому там должны были находиться в том числе и авиационные бомбы, которыми россияне нас закидывают периодически. Так вот, если попадают в склад ГСМ, а он находился, склад ГСМ на этом аэродроме находится в двухстах метрах от первой стоянки самолетов. Там их две всего. И в пятиста от второй стоянки. То есть, ну склад ГСМ, согласитесь, это не нефтебаза и это не нефтеналивной терминал, где гигантские резервуары в тысячи кубометров. То есть, чего эвакуировать-то? Ну, сгорит там немножко керосина, бензина. Но эвакуировали родниковый населенный пункт, который находится от этого ГСМ в двух километрах. То есть, оттуда прям массовая эвакуация началась. И там сейчас горит прям очень ярко. Поэтому попали, скорее всего, в том числе и по хранилищу бомб авиационных. А это уже приятно. Если сейчас в родниковое там прилетит, куда-то повыбивает стекла, не печальтесь. Это маленькие, но гордые украинские беспилотники попали. Дабы потом эти бомбы в Украину не полетели. Прекрасные две цели сегодня были поражены. И рубрика «Отвратительнейшая мерзость». В ней сегодня Путин награждает Лукашенко орденом Андрея Первозванного. Ну, ужаснейшее вообще это событие само по себе. Ужасно оно выглядело. Давайте сейчас посмотрим, как это происходило. И обратите внимание на вот эту раболепствующую такую позу, застывшего в постоянном поклоне Лукашенко и унылую рожу вот этой старой кремлевской вафли, которая Лукашенко награждает этим орденом. Вот, посмотрите. Орденом святого апостола Андрея Первозванного награжден Лукашенко Александр Григорьевич, президент Республики Беларусь, председатель Высшего Государственного Совета Союзного Государства. Отвратительное зрелище, согласитесь. Но почему я вообще показал им эти кадры? Да потому что в последнее время Лукашенко вот ну хоть как-то пытается Путин затянуть в эту войну. Лукашенко сопротивляется. Вы видите, как он сдал по здоровью. Вы видите, как ему не хочется. Естественно, он понимает, чем это все для него закончится. Но сам, как говорится, в дедовскую лодку впрыгнул этих маньяков. Гриби, как говорится, до последнего. Собственно, так они и будут, наверное, поступать. Я думаю, Лукашенко глупость не совершит, несмотря на запугивание его вот этими шахедами российскими, которые уже чуть ли не до его резиденции долетают или до Мозорского НПЗ. Я думаю, он глупости такой не сделает. Но всячески Путин его дожимает. Даже вот этот ошейник золотой, который он на него одел, все равно. Кстати, я глянул историю, кого в России наградили этим орденом. Это высшая, напомню, награда в Российской Федерации. Значит, там все сплошь, в кавычках, конечно, достойные люди. Назарбаев есть, Си Цзиньпин есть, вот Лукашенко, Патриарх Кирилл, Валентина Матвиенко. Прям какой-то вот, не знаю, цирк, кунсткамера собралась. Ну и Шойгу тоже закрытым указом награжден. Горбачева награждали. В общем, все как положено. Калашников, это из конструкторов и ученых. Ну, в общем, все как всегда. И Лукашенко, естественно, счастлив и рад вместе с Путиным стоять и улыбаться. Ну, да улыбаются. Скоро россияне немножечко начали менять свое мнение отношения к этой войне. Почти половина россиян стала видеть войне в Украине больше вреда, чем пользы. А что случилось? Что же такое произошло? Может, третий год войны, вооруженные силы в Курской области? Может, мамочки, что происходит в Майкопе, война? Может, вот это все повлияло? Может, Путин немножечко вас нажухал, как обычно, и сказал, что это будет маленькая победоносная война, все цели будут выполнены, а они вообще и даже близко не выполняются? Про цели сами россияне сказали в этом исследовании. Ну, в общем, все больше россиян считают, что больше вреда, чем пользы война в Украине принесла. И вот что, вот это вообще ответ на этот вопрос, это то, про что эта война. Про все эти демилитаризации, деноцификации. Уберите это в сторону. Половина россиян не знают и не выговаривают эти слова. Вопрос. Это Левада-центр проводил вопрос. Скажите, пожалуйста, что конкретно вы имеете в виду, когда говорите, что спецоперация принесла больше пользы? Первое место, 26%. Новые территории, больше населения. Второе место, 24%. Защита людей Донбасса, русских, русскоязычных. То есть, большая часть россиян высказалась, что главным достижением этой войны является урвать кусок территории и пригнать еще население себе, какого-то дополнительного. Вам населения не хватает, вам территории не хватает. Так идите там у себя, плодитесь, не лезьте к другим. То есть, вот он плюс. Обратите внимание, насколько нужно быть промытыми, бронзбойт вот этой пропаганды. Дальше, следующие пункты не менее интересны. 16%. Укрепление положения в мире. Увидели, кто друг, кто враг. Это кто там укрепил в мире положение? Россия, что ли, подсанкционная и нерукопожатный Путин, который в игрище какие-то там красивые украшения дарит Лукашенко и собирает вот это вот престарелое политбюро в виде глав СНГ? Это Путин, который может в Иран полететь, в Китай, ну, собственно, куда еще? Или в Монголию, но только если спросить, не арестуете ли вы меня или нет. Укрепление положения в мире, а к россиянам как стали относиться? Укрепилось там как положение? Нормально, все границы открылись, вас везде любят, ждут, так как это раньше было. Ну, вас и раньше, может, не сильно, не всех, по крайней мере, любили и ждали. Дальше, еще один пункт, следующий. 12% считает, ну, то есть, вот, повторюсь, те, кто говорит, что спецоперация принесла больше пользы, какие они еще бонусы увидели? Защита от фашизма-нацизма. Кого там? В Адыгее кого-то или, может, в Татарстане кого-то от фашизма-нацизма защищают? Кто на кого напал? Где фашисты? Где нацисты? Следующий пункт, бонус еще. Остановили расширение НАТО, убрали угрозу Запада. Серьезно? Плюс две страны с севера. Куда НАТО на самых что ни на есть границах сейчас? Причем я вам скажу, что Финляндия и Швеция не планировали вступать в НАТО, если бы Путин не напал. Вообще не планировали. Никак. А тут вон как получилось. Укрепилась экономика производства. 10% считают. Прекрасно. Ну, в общем, все как 1%. Получили ресурсы. Уголь, земли. Вы, ну, то есть все, где тут демилитаризация? Где это вообще все тут? Конечно же нет. Но, знаете, что меня больше всего поразило в этом опросе? Как вы, на вопрос, как вы считаете, следует ли сейчас продолжать военные действия или начать мирные переговоры? Вот ответили, меня интересовало в разрезе по размеру населенного пункта. Ну, то есть вот. И знаете, какой самый воинствующий регион, который 46% вот конкретно нужно продолжать? Если большие города 22 всего процента, города до 100 тысяч тоже 22, село 20% считает, что нужно продолжать, 46% Москва. То есть вот Москва, оказывается, вот эти смузи-хлебы с лавандовым рафом, которые там где-то на Патриарших гуляют, они самые воинствующие. И вот тут я точно убеждаюсь в том, что постоянные тревоги воздушные в Москве, удары по Москва-Сити, ну, помните, когда прилетало, когда там бегали все, а как это так в Москве, когда начали панцири на крыше затаскивать. А интересно, знаете, в чем самая интересная штука вот этих панцирей на крыше? Он же стреляет вот на упреждение, то есть он не собьет над Минобороны, на крыше которого он стоит, он собьет вот там вот над жилым кварталом все, что летит. Поэтому Минобороны защитим, а вот там жилые кварталы, ну, как получится. Так вот, воинствующая Москва, если бы Москва реально посидела месяцок под тревогами, где-то бабахали, я не говорю, что попадали бы куда-то. Просто сам факт вот этого глобального стресса посидела бы месяцок-другой, когда они после таких там пару стекол разлетелось в Москва-Сити, они уже чемоданы паковали кто куда, кто там в Грузию, кто в деревню, кто еще куда-то. Так вот, если бы Москва посидела месяц, два, три, да еще бы без тепла, да еще бы с угрозой без электричества остаться. Поверьте, вот этот ползучий страх с головы из Москвы бегом бы, просто со скоростью света достиг бы каждого, там бы никого не спрашивали. И вот эти показатели, нужно ли продолжать войну, они бы вот так с каждым днем просто падали и падали. Поэтому смузи хлебы воинствующие, это просто, да. И еще одна история про молодых африканок, которые вдруг оказываются в Алабуге и собирают там шахеды. Россия набирает на сборку, это про новых уже россиян, на сборку шахедов девушек 18-22 года из Африки, Азии, Латинской Америки. Они обещают Европу, учебу и работу в Европе, Associated Press пишет, и они прилетают, дают им, ну то есть деньги на билет, прилетают и будьте любезны в Алабугу собирать дроны. Зачем они вообще, зачем такая сложная схема банально не хватает рабочих рук. То есть местная алкашня работать не хочет, да она и так продуктивности такой не будет. И вот из Уганды, Руанды, Кении, Южного Судана, Сьерра-Леоны, ну в общем где у россиян есть свои, как говорится, царьки на прикорме, оттуда тащат рабочую силу. Если Индия вступилась за своих, за тех, кто поехал воевать, точнее кого обманули и отправили на войну, если Индия вступилась за своих граждан, то здесь никто не вступится, потому что Путин периодически списывает долги вот этим местным диктаторикам таким и они абсолютно закрывают глаза на то, что но для нас важно, что в России уже настолько дефицит рабочих рук по определенным направлениям, что приходится завозить рабочую силу. Поэтому, конечно, жаль этих молодых обманутых девушек, да и не только девушек и парней, но не приезжайте никогда в Россию ни под каким предлогом. Ну и завершающая новость для этого выпуска, я же всегда оставляю какую-то такую позитивную, нормальную. Здесь теперь уж точно четвертые сутки пылают канистры, вчера третий, а тут четвертый. Феодосия, нефтеналивной терминал горит, пылает, потушить невозможно, отселяют дальше и дальше и дальше. В чем беда для российской группировки военной, которая на полуострове находится? Да в том, что остался такой терминал, еще один этот выгорит, поверьте, будет нефункционален долгое время. Там все так пылает, там уже цистерны с бензином, керосином пошли, керосин для самолетов, все прекрасно. Второй такой терминал в Севастополе, я думаю, что там счет пошел на часы-дни, когда до него доберутся, если там, конечно, что-то есть, чем-то наполнены резервуары. Теперь снабжение российской группировки и вообще тех военных баз, которые на полуострове находятся, пойдет просто прямо с колес, с железнодорожных цистерн. А я напомню, еще один логистический путь доставки топлива точнее два уже не работают. Первый это мост, Керченский мост, через него запрещено гонять составы с топливом и воспламеняющимися взрывоопасными материалами. Пассажирские поезда едут, а вот эти нельзя, потому что не дай бог что, как тогда, помните, когда грузовик взорвался, там же и состав загорелся с топливом. Поэтому нельзя, запрещено. Возили паромами, возили железнодорожными паромами, но что с ними случилось, мы с вами тоже знаем. Они два парома, оба уничтожены, никто их там восстанавливать особо не собирается. Теперь только по железной дороге в обход. И с колес сразу раз... А это прилет по базе, где идет разгрузка, по логистическому узлу и до свидания. Вот такая же пылающая нефтебаза, только уже на ЖД-ветке. Поэтому желаем российским нефтебазам почаще сбивать с собой украинские беспилотники. Не только нефтебазам, но и аэродромам, но и арсеналам. В последнее время украинские беспилотники кучно, точно работают и ярко. Минобороны российская отчиталась, что ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников, большинство 24 в Брянской области. Ну и там в Белгородской, Курской, Ростовской, немножко в Краснодарском крае. А чем сбивали в этот раз в Брянской области? Сбивали арсеналом ГРАУ, главного ракетно-артиллерийского управления, а это значит, что раз ракетно-артиллерийское управление, то и ракеты, и артиллерийские снаряды находились на этом арсенале, куда прилетели маленькие, но гордые украинские беспилотники. И поначалу, конечно же, как всегда, да все сбили, все прекрасно. Но есть нюанс. Арсенал этот, он по размеру такой же, как перемыкающий к нему населенный пункт Карачев. Поэтому местные жители, конечно же, они поняли, куда прилетело, что прилетело. Понеслась там огромное количество вторичных детонаций. И они начали снимать и выкладывать видео. Ну и тут уже скрывать было глупо. Поэтому произошло чудо, что-то в лесу сдохло. Сегодня МЧС признало, что сдетонировали боеприпасы российской МЧС. Ну так вот, там особенность какая этого арсенала, что он не из тех модернизированных, где российские генералы за последнее время очень неплохо украли, и которые тоже прекрасно взлетают на воздух, вот как в Торопце, например. Он, как говорится, старый, добрый, наземный. Стоят там строения такие. И по спутниковому снимку я насчитал 5 площадок, 5, на которых открыто хранились просто ящики. То есть под открытым небом. А соответственно прилетает и ничем, и ничто не защищено. Вот так и произошло. Поговаривают, что это какая-то новая модификация или модель дронов туда полетела. Но в скором времени мы об этом узнаем. Поэтому вот этот 67-й арсенал, у него площадь нехилая такая, 3,5 километра квадратных. И почему местным нужно собирать чемоданчики, желательно оттуда уматывать? Да потому что сам арсенал размером с Карачев, с населенный пункт, 3,5 километра квадратных площадь его, свыше сотни строений, где хранятся разные боеприпасы. Ну в общем благодатный огонь сегодня сошел туда, куда было нужно. И Карачев этот, он прямо, вот я не знаю кто там, россияне кстати на картах попытались отметить вот этот вот арсенал как садово-огородническое товарищество или участок кисадовый и так далее. Но там все видно прекрасно, уже все разобрали эти снимки. Поэтому детонируют снаряды и СНБО сообщает, Совет национальной безопасности и обороны сообщает, что там в том числе хранились боеприпасы из КНДР, ну и КАБы. Это то, чем россияне забрасывают сейчас прифронтовые города, к сожалению. Каждый день летят КАБы по жилым кварталам, по многоэтажкам. Поэтому подрыв такого арсенала это очень неплохо. А я напомню, это третий за месяц крупный арсенал, который поражают, ну предыдущие есть догадки, чем поразили, но вот здесь скорее всего дроны были. И в Брянском МЧС, тут точно что-то сдохло в лесу, в Брянском МЧС подтвердили взрывы на складе боеприпасов. Пишут о чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов. Про высокоточные обломки уже не пишут, про траву, которая загорелась не пишут, но я не поленился, зашел в эти местные брянские паблики, телеграм-каналы и почитал. У них одна версия, естественно, им всем раздали. Что-то громыхало. Вот это, я думаю, хлопок уже не заходит вам что ли? Громыхало? Так там местные сняли, там так громыхало, что и будет продолжать громыхать. Ну и я просто напомню, что несмотря на то, что некоторые украинские партнеры по поставкам вооружений говорят, что да зачем вам бить по территории России, это никак не изменит ситуацию. Очень даже изменит. До десятка вот таких крупных арсеналов ГРАУ находится в зоне досягаемости того оружия, которое у нас есть уже, которое нам поставляют и которое мы можем применить. Но с беспилотниками и поляныцами, конечно, можно комбинировать, но прилетающий в арсенал Storm Shadow это, как говорится, надежно и проверено. Поэтому несколько таких арсеналов ГРАУ находится в зоне досягаемости и надеюсь, что в ближайшее время они все получат приятные подарки от ГУРА, от СБУ и от Службы безопасности Украины. А вот в Карачеве, сейчас смотрю интересную информацию, 20, почти 20 тысяч населения. А кто вплотную арсенал строит к населенному пункту? Вот просто, вот он. А знаете, почему так? Ну, во-первых, потому что плевать на тех, кто живет там, это понятно. Потому что никогда не думали, что именно так придется воевать. Получите и распишитесь. У нас тут снова намечается, помните, когда горел, к следующей новости я уже перешел. Помните, когда горел комбинат Атлас, Росрезерва, комбинат Кавказ, там, где огромные резервуары с топливом, они горели там больше недели, некоторые, по-моему, и две недели горели. В общем, у нас там была история, вот эти четвертые сутки пылают канистры. Так вот, у нас тут снова намечается похожая история. Я сейчас про Феодосию. Там все горит и разгорается еще больше. Потушить, естественно, не могут, отселяют все больше и больше районов на этом терминале, а там уже добралось до резервуаров с бензином и с керосином, и сейчас будут большие бабахи. Местные власти говорят, все в порядке, никакая концентрация не превышает того, что должно превышать, а там черный просто дым. Но представьте, резервуары горят там и с топливом, и с ГСМ, и со всем чем угодно, и с нефтью. Поэтому вот так вот пылает и горит, тушить не хотят и не будут. Цитирую, мне очень понравилось. Специалисты РосМЧС говорят, что горение продолжится еще несколько дней, пока резервуары с горючим полностью не выгорят. Потушить их не получится. Нас вполне устраивает. Это два всего таких крупных терминала на территории Крымского полуострова, незаконно аннексировано. В Феодосии один, другой в Севастополе. Причем выведение из строя одного такого терминала со всеми коммуникациями. Там сейчас и инфраструктура вся, и вот эти подъезды, подгоны для железнодорожных составов, и трубы, и насосы, которые туда к морю выходят. Сейчас все там сгорит. При такой температуре там ничего, там восстанавливать нужно будет очень долго и нудно. Поэтому будут проблемы у южной группировки российской с топливом. Ну и если учесть, смотрите какая интересная ситуация, если учесть, что паромы там расфигачили все, именно паромами россияне доставляли топливо в цистернах на полуостров, потом оно разъезжалось вот этими составами там уже по терминалам. Так вот, паромы уничтожены, их восстанавливать никто не собирается. Мне эта новость тоже понравилась. В ближайшее время таких планов нет. Вы либо не собираетесь, либо денег нет, как говорит Медведев, да, либо решили посмотреть, а нужно ли вообще там что-то восстанавливать. Мало ли, всяко может обернуться ситуация. Поэтому вот такие дела. Нефтебаза в Феодосии пылает и горит. Кстати, всегда на теме про Крым, я сам родом из Крыма, я говорю вот что. Если вы проживаете на оккупированных территориях или даже не на оккупированных, живете в России или выехали, но у вас есть информация, которая может помочь Украине победить, данные, контакты, геолокации, ну просто любая ценная информация, секретные документы, сведения какие-то, то у ГУР Главного управления разведки Украины есть свой чат-бот и каналы связи, куда вы все это можете отправить. Сделать это крайне просто. Вот здесь в описании, прямо под этим видео, я оставляю все контакты, там и защищенная почта, и телефон, сигнал, WhatsApp, все что угодно, сам бот. И телефон нашей команды, которая тоже принимает эту информацию и потом передает туда, куда нужно. Поэтому, если есть у вас что-то интересное, обязательно присылайте, но делайте это аккуратно. Не успел Фиццо, это мы уже поехали дальше, не успел Фиццо про НАТО там что-то, как всегда, заявить, ну а конкретно, что он не видит Украины и пока он премьер Словакии, никогда Украина в НАТО не будет. Ну мы два события связали, то есть Фиццо премьером перестает быть, значит, как говорится, путь открыт. Есть еще один птеродактиль мира, как мы его называем, это премьер Венгрии Орбан, он вообще просто норму пророссийскую, какую-то стахановскую, выполняет в последнее время. Не знаю, что там у кого подгорает, кто за какие веревочки дергает, за какие бубенчики кто кого дергает, но Орбан несется просто аж в антиукраинской повестке, аж бегом. Ну, во-первых, он всегда про мир, мы про мир, нужно садиться, договариваться, нужно учесть интересы глобальной России там и так далее. То есть он полагает, что мир в Украине не в интересах Европы. Ну, конечно, все там тратят кучу бабок, уже верещат некоторые, что хватит помогать, но не в интересах. Плюс там лихорадят рынки, санкции, немножко перекосили и все. Ну, в общем, не в интересах. Он, Орбан, сказал, что Украина должна сотрудничать в плане мирного урегулирования со странами глобального юга. Мы не против, но Орбан имеет в виду Китай, Орбан имеет в виду Бразилию. И Орбан говорит, ну, сотрудничать нужно, да. И Орбан блокирует выделение Украине 35 миллиардов евро кредита за счет замороженных российских активов до выборов в США. Он это делает. Я напомню, они состоятся 5 ноября. Ну, то есть он ждет, конкретно Орбан ждет, что придет Дональд Трамп и как-то там поменяется политик. Либо разморозят российские активы, либо снимут санкции в обмен на что. Непонятно. Но и Трамп, и Орбан, кстати, друг другу там периодически дифирамбы поют. В этом это точно. Поэтому вот сидит, ждет. И коллегиальное голосование это настолько унылая и ортодоксальная какая-то уже изжившая просто себя, наверное, фигня. Потому что один Орбан сидит, вот этот птеродактиль сидит и блокирует решение всего Европейского Союза. Точно так же, как он Венгрия снимала, точнее исключала из санкционного списка патриарха Кирилла, еще там кого-то. То есть он сидит и просто упражняется. И мало того, да, ему в ответ замораживают европейские фонды, но он точно так же шантажирует. Ага, не будет никаких санкций, не будет никаких денег Украины, пока вы мне не разморозите. То, что я тут у себя диктатуру и все СМИ подчинил под себя, ничего страшного. Ну то есть вот такая, причем я просто напомню, что Венгрия это далеко не самая развитая страна Европейского Союза. Мне в данном случае интересно, если есть кто-то из Венгрии, напишите. Вы, ну вот, есть понимание того, что рано или поздно просто, как уже говорили об этом не раз, Европейский Союз, влупит просто по бюджету Венгрии жестко. И всем там, в первую очередь, самим Венграм будет не очень хорошо. Из-за того, что вот кто-то там со своими дружбанами и с компроматом, скорее всего, который есть на Орбана в Кремле, просто вот такую политику ведет. Ну, интересы чьи преследуют Орбан, я думаю, тут вообще об этом даже не будем говорить. И нападение случилось, свои даже не выдерживают. На Орбана напал во время пресс-конференции политик из оппозиционной партии. И вот он бежал-бежал, его поймали буквально в метре от Орбана, он хотел что-то там ему, наверное, сделать не очень приятное, но ему помешала охрана. И что он кричал, этот оппозиционный политик? Он кричал, за сколько денег вы предали свою страну, премьер-министр. Вы продали ее Путину, вы продали ее Си Цзиньпину. Все верно, все правильно сказано. Потому что Орбан не только, он пытается на тройном таком шпагате Россия, Китай, Европейский Союз, трехмногий птеродактиль. Но, как гласит народная мудрость, сколько бы птеродактиль не сидел на трехмногом шпагате, а топинамбур рано или поздно треснет. Поэтому не рекомендуется так делать, рано или поздно придется за все отвечать. И в России вот этот слет, я посмотрел минут 15 кадров с этого съезда глав СНГ, которые к Путину как будто не на день рождения приехали, как будто у них там какой-то важный саммит лидеров СНГ. Все сидели. Кстати, в самом начале очень интересный момент был. Путин зашел в зал, где уже все были лидеры СНГ, зашел вместе с Пашиняном и премьером Армении и сказал следующее, что мы тут с глазу на глаз почирикали, обкашляли, как Путин, ну он реально времени обкашливает, постоянно хекает, вопрос. И вот там поняли друг друга, ну короче что-то начал говорить. И мне очень странным показалась абсолютно такая замороженная фигура и какая-то даже перепуганность Никола Пашиняна. И вообще все там сидели вот так, как будто шпаги поглотали. То есть что там происходит, чем Путин их там паучара этот престарелый держит, сказать сложно. Лукашенко чудеса боевой, значит, эквилибристики проявил. Это, я не знаю, пиарщик Лукашенко, это, наверное, какой-то пиарщик Брежнева просто. Вот если ты хочешь показать, что жив-здоров, а делаешь еще хуже. Я имею в виду пиарщик, который был бы у Брежнева, когда его заставляли уже еле и говорящего с трибуны что-то произносить и так далее. Там анекдоты ходили уже потом про это. Так вот, Лукашенко, дабы показать, что он жив-здоров, весел, бодр, кругл. И разовощок. Он опубликовал фотографию, две такие горки наколотых дров. Якобы это он прилетел и немножечко, как это, гимнастика, зарядка у него такая, поколол дрова. Но Кремль, конечно же, поиздеваться над своими вассалами гораст, поэтому периодически публиковались кадры, где Лукашенко еле ползет, ковыляет, как краб там, где-то все пошли по лесу. На лестнице он на лифте поехал. Ну, в общем, кадры, где видно, что у Лукашенко все очень нехорошо со здоровьем. Какие ты там колол дрова, объясни мне, те мне. Поэтому все это очень дедовье кодло, все это очень уныло выглядело. Какие-то они перепуганы. Еще интересный момент случился с Лукашенко. Его этот борт номер один отправили в Минск без Лукашенко. Зачем, почему? Сломался он, не сломался. Непонятно, что произошло. Но есть ощущение, раз уж в пейджер научились современные спецслужбы запихивать взрывчатку, Так вот, с Лукашенковским самолетом поработать на раз-два можно было, дабы... Но мы помним, да, что целиком просто все руководство польской страны, ну, Польши, было уничтожено при загадочных обстоятельствах. Поэтому в данном случае, мне кажется, перестраховочка произошла. Особенно если учесть, что дроны российские залетают на территорию Беларуси уже просто как к себе домой. И в сторону Минска, и в сторону Мозыря, и куда там только они не летают. Но вот такая вот у них, я не знаю, Путин там подарил им кольца в этот раз или нет, перстни какие-то. Я думаю, что что-то да подарил. А Путину, кстати, все подарки привезли. Я думаю, что очередная красота, ну, в плане вкуса тех, кто дарит, не знаю, там, что у них принято. Какой-нибудь портрет из янтаря, какая-то икона с драгоценными драгоценностями, что там еще у них принято. Знаете, вот есть такие магазины в торговых центрах больших, и спрашиваешь, а кто там вообще что покупает? Какие-то Малакитовый, Глобус или там, я не знаю. Вот, мне кажется, вот примерно такие подарки прибыли к Путину. Я вспоминаю, как ему Ким Чен Ын гробовую доску, такую черную, из мрамора черного, подарил с портретом Путина. Как это там, ну, красиво было. Сразу можно на памятник не тратиться уже. Две новости одна за одной на РБК шли. Песков наш, как говорится, персонаж, который может говорить обо всем и ни о чем одновременно, усатая профурсетка Песков, выразил надежду, что Владимир Путин не знает о квадроберах. Это он РИА новости. Он сказал, что не нужно преувеличивать популярность этого явления. Я думаю, Песков и квадробер, и Путин, о чем вы вообще говорите? И Лавров, который министр иностранных дел, спросил министра иностранных дел Армении, Арарата Мирзаяна, есть ли у них квадроберы. И сказал следующее, в собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят, как животные, сказал Лавров. А квадроберы, Песков, Лавров, проблем других нет в России. То есть, в России две проблемы, да? Это геи и квадроберы. Ну, чем бы дитя не тешилось? Вот так вот. Рамштайн. Важное событие должно было случиться 12 октября, но будет оно перенесено. Скорее всего, Блинкин вместе с Байден уже отменил свой визит. Блинкин тоже уже отменил свой визит туда. Без них проводить, скорее всего, не будут. И называют даты 17-18 октября. Понятно, что причина уважительная отмена. На Соединенные Штаты надвигается один из самых мощных, возможно, за всю историю Соединенных Штатов. Ураган Милтон. Там просто уже какие-то страхи, апокалиптичные сценарии рисуют. Поэтому до 210 км в час ветер может быть. И эвакуируют почти 6 округи, где должны эвакуироваться. В округах проживает 6 миллионов жителей. Это 11 округов Флориды. Поэтому все очень серьезно. И причина не такая уж, что в российских просто СМИ начали. Да, Байден придумал отмазку. Нет. На самом деле это ураган. Это очень серьезно. Мэр Тампы. Все. Она вообще такая, знаете, решила без всяких вот этих вот каких-то ажурных прикрытий. Она сказала, это ураган-катастрофа. Я скажу без всякой драматизации. Если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете. Вот так она сказала. Поэтому плюс это прямо под выборы. Там еще могут быть очень жесткие последствия. Как администрация Белого дома справится, не справится. Ну, в общем, у Байдена там накатило своих проблем. Естественно, это ураган-то самое обсуждаемое событие в Соединенных Штатах. И вокруг оно даже затмило бомбардировки Израилем Ливана и смерть очередного какого-то номинанта на главу Хезбаллы. Я уже не знаю, сколько их там. Там, по-моему, скамеечка запасных уже вообще никого на ней нет. Уже два или три человека отказались. Один сказал, что я Богу себя хочу посвятить. Другой просто отморозился на раздел, что не услышал. Потому что он говорит, что я согласен. Раз и в этот момент уже такая скорость уничтожения новых лидеров Хезбаллы. Ну, а мы верим в лучшее и благодарим всех, кто помогает Украине. Премьер Словакии предложил ударить ракетой по Брюсселю. Тот самый Фицо, который вчера буквально встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Причем встретился в Ужгороде. То есть дальше не поехал. Такой вот смельчак. Ну, и тем самым он показал, что ему на эту войну как-то, знаете, правительство Словакии с приходом в Фицо резко поменяло свою позицию. До этого Словакия поставляла и помогала Украине. Ну, а Фицо говорит, все, нет, садитесь за стол переговоров. И, как он выразился, что тем, кто говорит про ракеты средней дальности или еще про что-то, вот нужно, чтобы эта ракета прилетела по фонтану в Брюсселе. Вообще удивительно. Сидит Фицо, сидит Орбан, абсолютно позиция анти-ЕСовская. То есть все страны за поставки Украине, все страны хотят помогать Украине, все страны хотят санкции вводить против России. Но сидят два вот этих персонажа и блокируют Венгрия и санкции антироссийские. Вот Венгрии, помните, когда Венгрия хотела и добилась своего исключить патриарха Кирилла из санкционного списка. Кто он вам там в Венгрии, патриарх Кирилл? То есть то, что ФСБшника убрали из списка, такое. Ну, в общем, на самом деле у Европейского Союза есть инструменты воздействия и на Фицу, и на Орбана. Это заморозка средств. Но пока они так, пока больше пряник, чем кнут применяется. Хотя я думаю, что через некоторое время они просто реально задолбают Европейский Союз. Сейчас разрабатываются механизмы обхода Вета. Ну, в общем, но пригрозить ударом ракетой по Брюсселю вместо того, чтобы дать оружие Украине, мне кажется, тут уже, ну, не просто не прикрыто. Это уже просто агрессивная позиция российской консервы. А вот что за личная обида у Фицу на Украину, об этом я вам сейчас тоже расскажу. Его унизили в Киеве 14 лет назад. Как это произошло? Вот, помните, был такой вот прям накалялись страсти вокруг газовых контрактов Украины и России, вокруг поставок газа. С Юлией Владимировной, кстати, отдельное спасибо за газовые контракты и за все остальное. Но, тем не менее, память у избирателя лучше становится, но все равно. То есть держаться столько времени в политике и проходить в нее и в парламент и куда угодно. Но никто ничего не помнит, да, у всех память отбила. Итак, в 2009 году, когда Фица был премьер-министром Словакии, вот 7 января тогда длительный спор России и Украины относительно природного газа просто дошел до своей пиковой точки. Москва прекратила транспортировать газ в страны Европейского Союза через нашу территорию и что повлекло за собой серьезный кризис в тех странах, которые были наиболее зависимы от российского газа. То есть вот в Словакии, например, в разгар зимы, это 7 января, отключение стоило словацкой экономики около 100 миллионов евро в день. Это все очень серьезные деньги. Ну и отчаянный Фица тогда позвонил Путину, который был тогда премьер-министром Российской Федерации. Медведев там, пробник Путина Медведев заменял его. И Юлия Владимировна Тимошенко, которая была премьером у нас тогда здесь и попросил, пожалуйста, возобновите поставки газа. Ну, в общем, 14 января делегация прибыла в Киев. Во-первых, их промариновали 3 часа после прибытия. Вот это абсолютно идиотская недальновидность. Даже если страна в некой зависимости от тебя находится, ну или от трубы, которая идет через твою страну, зачем так исполнять, как говорится, ради пиара? Ну, еще раз подчеркну, ради персонального пиара и картинки у нас, к сожалению, сначала персональный пиар и картинка, потом государственный интерес. Так вот, смотрите, что было дальше. После 3 часов ожидания словацкую делегацию пригласили на встречу. И к их удивлению там присутствовали не только те, с кем они должны были разговаривать, но и представители прессы. И под объективами камер Тимошенко 20 минут канифолило мозги Фитца за то, что он принял сторону Москвы в газовом споре там и так далее, и так далее. Фитца тогда просто был там красно-бордово-зеленый от гнева. Его унии зеленый это понял, на камеры причем это сделали. Но дальше у него был визит в Российскую Федерацию. И полетел он к Путину в Москву, где его встретили по тем канонам дипломатии, церемония в Георгиевском дворце, в Георгиевском зале, простите, Кремля. В общем, там его обласкали, сказали, да ничего, ничего там. И вот тогда эта личная обида и зародилась, ну и собственно росла, росла, росла и так далее. Я думаю, что не только зависимость энергетическая от России, не только личная обида на вот подобную ситуацию, но еще и какая-то папочка на завязочке, как Путин. Он до сих пор живет, он так и руковался, но папку на завязках. Вот из нас, знакомьтесь с документиками. В общем, вот тогда так и произошло. И Фитца, в общем-то, сейчас говорит очень просто. В Европейский Союз мы вас пустим, потому что там коллегиальная голоса и Венгрия, и Словакия должны нам дать зеленый свет. Хоть одна из стран скажет нет, если процедура не изменится, будем до бесконечности вступать. Ну или до момента, пока в Венгрии правит Орбан, а в Словакии Фитцу. Хотя, ну вот так вот. В НАТО ни в коем случае. То есть Фитца абсолютно четко признает, что Украина в НАТО не пойдет, это равносильно Третий мировой. То есть, давайте переведу на простой язык. Он говорит, мы считаем, что Украина это буферная зона, она в интересах, она должна двигаться в фарватере интересов Российской Федерации. Ну, в общем-то, вот так вот. Никакой НАТО. Если НАТО, то тогда уже все, Путин не нападет. Потому что вот он же не нападает на Латвию, Литву и Эстонию. Хотя давно уже мог бы. А Латвия, Литва и Эстония большие молодцы. Так что вот такие дела. С Фитца, который дальше Ужгорода не ездит, разобрались. Ну и еще одна интересная новость. Я просто мимо нее не мог пройти. Помощник российского диктатора Путина Ушаков заявил, что движение Талибан скоро будет исключено из списка террористических организаций в России. Ну, это апогей карьеры полутораметрового завоевателя. Это лайфхак от старика Кабаева. Если с тобой никто не хочет дружить, вот судя по тому, что никто практически не поздравил ни на день рождения, никуда ты поехать не можешь. В общем, если никто не хочет дружить из нормальных стран с тобой, тогда ты снимай ярлык террорист с террористических организаций. Они уже точно под этим ярлыком ходят. Они и создавай себе новую террористическую песочницу. Все, Талибан, Хизбалла, Хамас, все в гости к нам. Кстати, вот вам и пожалуйста. В принципе, это и есть действительно апогей карьеры Путина. Путина скатится от участия во всех мировых саммитах, от лидерской, ну, скажем так, одной из лидерских позиций Российской Федерации до, вот, давайте-ка, Талибан пусть с нами подружит немножко, пусть поиграется с нами. Ну, и да, поздравили-то тут его из, скажем так, из больших. Турция, Казахстан мог бы и не поздравлять, кстати, но за АЭС все-таки пришлось, наверное. Ну, или, может, такая хитрость просто региональная. Тут и под Китай совсем не хочется, и тут, и вашим, и нашим. Кстати, вот эта хитрость, она потом оборачивается очень большими неприятностями. Никарагуа, Туркменистан, Центральноафриканская республика, Бахрейн. Вот, как бы, кто Путину. Позвонил Эрдоган только, один из, ну, единственный. Хотя, я думаю, что Лукашенко тоже позвонил, но не сказал об этом. Так вот, вчера прибыли главы СНГ на эту закрытую, уже закрытая встреча была. По сути, это прием был ко дню рождения 72-74, непонятно. Да и хрен с ним, как бы, как говорится, простите меня за мой французский, и лишь бы до следующего дня не дожил. Значит, чтобы вы понимали уровень маразма вообще диктаторов Лукашенко, у Лукашенко там чуть ли не каждый шаг освещает его придворный канал, журналисты, как он полетел, на чем, почему. И вот, так как информации со вчерашнего дня нет, я вообще думаю, что Путин мог взять и потравить их там всех, переделать. И новые какие-то поедут, немножко такие, как Путин, перекошенные, но поедут каждый в свою страну. Так вот, канал про Лукашенковский, который освещает его все эти движения, перемещения, пишет, единственное, про события, про этот саммит глав СНГ, единственный пост. Подробности на вес золота. Инсайды сегодняшнего закрытого ужина первых, это вчерашнего, по СНГ добываются крайне нелегко. Но для коллеги узнали достоверно. Совсем недавно президентам подали плов. Это я не шучу про. Это вот написано на канале этом Лукашенковском. Значит, президентам подали плов. Вот эта совковая дичь, когда публикуют меню слета этого политбюро, сходника политбюро, публикуется меню, что им там подавали. Это какой-то вот вообще, это что, мукбанк для пенсионеров России, Беларуси? Что это вообще происходит? Да, я знаю тиктоковские словечки, такие как мукбанк, поэтому я запасся специально, чтобы косить иногда под молодежника. Так вот, когда публикуют меню, что Лукашенко с Путиным давятся пельменями, с крабом или чем-то там еще, это как должно повлиять на российских пенсионеров или на белорусских? Ну где тут адекватность, я про Россию говорю? Забыли. Но ровно год назад, какой год назад? Два года назад служба безопасности Украины, служба Божья, как мы ее здесь называем, изничтожила, взорвала, уничтожила часть Крымского моста. Это было два года назад, 8 октября. Сразу на следующий день после дня рождения Путина, я думаю, хороший ему подарок, пока он там, значит, в криокамере где-то отдыхал. И два года назад вот это вот монолитное сооружение было просто снесено. Сейчас россияне этот Крымский мост просто со всех сторон уже, чем только не закрепили. Там и баржи стоят, между которыми понтонные защитные всякие натянутые средства. Причем понтоны там в несколько рядов. Чтобы вы понимали, ни один надводный безэкипажный катер не преодолел. Надводный, ладно. Они теперь погружают рядом с этим мостом, сваренные конструкции, похоже, вот такие вот на огромных ежей из арматуры, опускают на дно, одну на одну ставят, чтобы такая как бы стена из арматуры образовалась, чтобы и подводные дроны не проплыли к этому мосту. И это еще не все. Вдоль Крымского, ну или как правильно говорит, Керченского моста строится некая такая параллельная дорога, если хотите, тоже на сваях, для, скорее всего, для быстрого мобильного передвижения огневых каких-то групп или средств ПВО. Ну, в общем, пытаются, я уже молчу про количество средств ПВО, которые они туда стянули. Зачем защищать там эти базы какие-то, вот туда все. То есть это какая-то игла Кащеева. Путин страшно боится, что снова рухнет, бабахнет этот мост. Это будет просто очень неприятно. Но на данный момент пока нет, либо нет такого количества средств поражения, либо просто они нужны в другом месте. Либо мы ждем определенные разрешения на что-то, как всегда, пока там подумают, додумают. Так что вот так. Еще из Крыма новости взорвали же этот терминал нефтяной в Феодосии. Он до сих пор горит, не просто горит, а разгорается еще больше на нем пламя. Почему это важно? Потому что это по объему первая в Крыму перевалочная база нефтепродуктов. И тут как бы этим все сказано. Южная группировка нуждается в топливе всегда российская. Поэтому вот здесь горит уже пять резервуаров. Три точно сгорели в хлам. Два еще горят. Но и пожар сейчас уже на территории 2500 квадратных метров. 7 октября, когда туда прилетело, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. 43, это по уточненным данным, 43 резервуара на территории этого терминала находятся. Попадание было в три точки. Я еще обратил внимание, там эти резервуары, они сгруппированы, вот как-то так на площадках стоят. Там побольше с одной стороны, средние с другой, ну и поменьше. В общем, прилет был в три разные точки этого терминала, чтобы пожар шел, как говорится, к центру. И сейчас там продолжается разгерметизация новых резервуаров. Это вообще осложняет тушение. Почему вот эти базы госрезерва, такие как Кавказ и Атлас, горели неделями и выгорали просто в хлам? Потому что тушить невозможно. Пожарные или там, ну да, пожарные прибывают туда. Если происходит разгерметизация одной цистерны, взрыв фактически, с разлетающимся на сотни метров горящим топливом, детонацией и так далее, и так далее, это просто все. Вот на тушение одной из нефтебаз Росрезерва, которые снабжают российскую армию, там под 50 пожарных либо погибли и получили серьезные увечья. То есть взрыв и в полукилометре может таким жаром обдать, что если стоишь там, то никакой пожарный костюм тебя не спасет. Поэтому будут ждать, когда там все выгорит. Идет эвакуация сейчас оттуда. Почему терминал этот важен? Это прям такой относительно новый терминал. Там есть своя железнодорожная ветка, то есть составы туда подходят. Туда либо выгружаются, либо сгружаются насосами, выкачивается содержимое цистерн. Ну и можно также с моря. Потому что если посмотреть с карты, там очень разветвленная система трубопроводов ведет как раз под дорогой и прямо выходит к морю. Вот это нефтяного терминала. Объект серьезный. Ну и так как крымскую тему затронули, не устану повторять, что есть инструмент у ГУР Главного управления разведки Министерства обороны Украины, через который, с помощью которого этого инструмента можно приблизить победу Украины. Это ГУР-бот или чат-бот ГУР, на который можно отправить полезную информацию. Координаты, системы ПВО, другая личная информация российских военных, передвижение, секретка, чертежи. Все, что вы считаете полезной информацией, что может приблизить победу Украины, все это можно отправить в ГУР. Причем есть несколько вариантов контакта. Я их все оставляю в описании к этому видео. Там есть и почта, защищенная на протоне, и номер телефона, и сигнал WhatsApp и так далее. Есть также номер телефона нашей группы, которая тоже занимается этим. Поэтому выбирайте, как вам удобнее. И спасибо тем, кто уже в этом участвует. Вы большие молодцы. В свете вообще, раз уж мы там с дня рождения плешизавра начали, точнее продолжили, такой культ личности скоро, наверное, Сталин позавидует. То есть вот в России выстраивали детей в слова Путин, этих студентов выстраивали, дети там как-то стояли. Ну, поучиться еще есть чему у Ким Чен Ина, но, я думаю, где-то уже близко. Почему, я думаю, скоро, вот следующий этап, будет, помните, про Ленина были всякие рассказы, придуманные, конечно же, стихи, там, Ленин и Печник, Ленин в Сокольниках, где-то там еще. В общем, он такой добрый-добрый дедушка Ленин, он всех любил и всем помогал, и был очень мудрый. Где стихи про Путина в российских учебниках? Где рассказы, где сказки? Ну, давайте, вот, «Волшебник коричневого города», например. Прекрасно же, может быть, да? Переделать знаменитые произведения, вставить их, чтобы детишки с самого детства просто пропитывались, напитывались этим аурой Путина. «Волшебник коричневого города», кто там, «Страшила», «Трусливый лев», «Железный дровосек» отправились в коричневый город, к великому и ужасному Путину и попросили у него смелость, мозги и сердце. Путин им три ларца выдал, ну и, как бы, открыли ларцы. И говорят, ну, «Великий полутораметровый и ужасный» тут, как бы, везде в каждом ларце просто дерьмо. Ну, так и есть, говорит Путин, так и есть, ведь я волшебник, только особенный. Я вот все, к чему прикасаюсь, я превращаю в дерьмо. Вот только посмотрите на Россию, как я за 20 лет из нее что сделал. И, говорит, ну, не отчаивайтесь, вот вместо мозгов, сердца, что там еще, смелости, вставьте то, что я вам дал, и из вас получатся прекрасные, скрепные россияне. Верьте мне, ведь я никогда не обманываю. Где эти сказки для детей? Объясните мне. К международным новостям, простите меня за лирическое отступление, израильские ВМС объявили о полном морском блокировании побережья юга Ливана и готовность начать удары по объектам Хизбаллы. Но они их, как бы, и не прекращали, лупят очень серьезно. Но в свете последних событий, уничтожения верхушки Хизбаллы, верхушки Хамас, все думали, что Израиль все-таки, ну, есть большая вероятность, что Израиль нанесет удар по иранской ядерной программе, инфраструктуре. Потому что, собственно, корень зла, не было бы ни Хизбаллы, не было бы ни еменских хуситов, не было бы ни Хамаса, если бы не Иран. Так вот, сейчас Нью-Йорк Таймс пишет, что отговорили практически Израиль от этих ударов. Скорее всего, нанесен удар будет по военным базам, объектам разведки или управления. Я просто напомню, что Израиль 22 года готовился к удару по ядерным объектам Ирана. Два года назад открыто имитировал даже такой удар. Но, чтобы нанести действительно эффективный удар по подземным заводам, по обогатительным этим всяким установкам, это нужно попросить у Соединенных Штатов серьезные бункерные, противобункерные бомбы. А тут вот Соединенные Штаты говорят, да нет, не нужно, но тем более 5 ноября выборы и так далее, и так далее. Так что, но в Израиле растет призыв к тому, чтобы действительно нанести серьезный удар по иранской ядерной инфраструктуре, потому что многие эксперты сошлись во мнении, что действительно Иран в нескольких месяцах от создания ядерных боеголовок, причем не одну может создать. Ну а вот тут, что удивительно, когда появился шанс у Соединенных Штатов действительно покончить с ядерной программой Ирана, не дать произвести ядерное оружие, потому что тогда будет совершенно другой уровень переговоров, разговоров и так далее. Посмотрите, с Путиным бы долго разговаривали, если бы у него ядерного оружия не было и спрашивал бы кто-то разрешение. Я думаю, нет. Так вот, появился шанс чужими руками, Израиль понимает и принимает риски возможного ответного удара. Почему Израиль понимает риски? Потому что удар баллистикой со стороны Ирана, это не удар уже созданным ядерным оружием со стороны Ирана. Так вот, Израиль понимает, принимает, но нет выборы туда-сюда, вы понимаете, не нужно наносить. А на что надеется Белый дом, мне интересно, что режим Айатолл, отбитый полностью, вдруг, после создания ядерного оружия в Иране, станет светским и скажет, боже, зачем мы пытались уничтожить Израиль, зачем мы нас создавали все эти прокси, все, это же как Печкин, да? Почему я такой злой был? Потому что у меня ядерной бомбы не было. Вот примерно так они себе это видят или как? Самое интересное, что через несколько месяцев удар по ядерной инфраструктуре Ирана может быть уже невозможен, потому что у Ирана будет ядерное оружие. А судя по тому, что они запускали свои ракеты, это мог быть в том числе и тест по доставке ядерного боеприпаса. То есть смотрели как, что, где, как сбивают и так далее. То есть, когда у Ирана будет ядерная бомба, уже наносить удар будет совершенно другой критерий и совершенно другой коэффициент опасности. Поэтому еще чуть-чуть подумать, еще чуть-чуть поразмышлять и весь ядерный, весь клуб диктаторов будет ядерный. Ну и еще одна новость. Северная Корея может направить своих военных в Украину для оказания помощи России. Об этом глава Министерства нацобароны Южной Кореи сообщил Ким Йон Хён. По информации нашей, информации из Украины, уже северокорейские офицеры находятся в Украине. Они сопровождают оружие, которое Северная Корея, естественно, Путину дает. Там же никто разрешения не спрашивает. Смотрите, как у них можно, так оказывается. И даже несколько из них уже стали немножечко неживыми. Шесть северокорейских офицеров погибли и трое получили ранения в результате ракетного удара. Это было 3 октября, недалеко от Донецка. В общем-то, все они станут, естественно, законной целью. Я думаю, что, может, даже приоритетной целью, дабы не повадно было. Как и иранские инструкторы, кстати, которые обучали россиян отправлять шахеды. Тоже не спрашивали разрешения ни у кого. Вот как бывает. Ну, это преимущественно инженерные войска или те, кто сопровождают оружие. Но это не важно. Это не важно. Почему? Потому что нам сейчас нужно будет воспользоваться этой ситуацией. Каким образом? Потому что Южная Корея говорила, что поставки вооружений в Украину со стороны Южной Кореи зависят от взаимодействия России с Северной. Судя по всему, Россия, Северная Корея и технологии, и там всякие ништяки поставляет оборонные, в том числе и военные. И в запуске спутника помогает. Ну, а, соответственно, Северная Корея в Россию, снаряды, баллистические ракеты КН-23, ну, и все от своих этих северокорейских юнитов. Так вот, с Южной Кореей нам нужно сейчас максимально расширить диалог, сказать, что вот доказательства есть, что их солдаты уже здесь. А Южной Корее нужно сказать еще раз, кстати, спасибо. Потому что Сеул за 23-й год поставил Киеву практически 330 тысяч боеприпасов. Это больше по количеству за этот год, за 23-й, чем передали все страны Европы. Вот так вот. И причем в Южной Корее довольно большие запасы 155-миллиметровых снарядов. Это то, что нам как раз очень необходимо. Поэтому быстренько, как говорится, переговорную группу на телефончик и погнали. Ну, а вам, друзья, я пожелаю спокойного дня. Какие-то неизвестные беспилотники у нас тут летали сегодня. Берегите себя. Подпишитесь обязательно на этот канал. Для этого я запускаю эту чудную анимированную заставку, плашку из 90-х. Берегите себя, естественно. Берегите своих близких. Спокойного нам всем дня. И слава Украине. Субтитры сделал DimaTorzok